всем привет с вами виктория спасибо что заглянули ко мне на кухню сегодня готовлю кулич бриошь я назвала рецепт пасхальный кулич по-французски потому что бриошь это сдобные французские булочки в тесте присутствует много сливочного масла яйца не присутствует жидкости хотя французы иногда добавляют буквально 100 миллилитров молока если вы готовите с сухими дрожжами то я рекомендую все-таки растворить сухие дрожжи в 100 миллилитрах молока также существуют разные рецепты сдобных булочек бриошь есть только со сливочным маслом а есть со сливочным маслом и молоком напишите мне в ваших комментариях если вам интересно то в одном из последующих видео я могу приготовить бриошь с молоком полное количество всех ингредиентов в граммах я вам пропишу в описании под видео чаши миксера смешиваем все сухие ингредиенты 500 грамм муки 100 грамм сахара и 12 грамм соли все перемешиваем обычной ложкой если вы готовите не в миксере том все можно делать также замешивать руками единственное что придется подольше поработать делаем небольшое углубление и добавляем 5 яиц и 30 грамм свежих дрожжей если вы пользуетесь быстро действующими сухими то понадобится в три раза меньше 10 грамм и теперь начинаем замешивать тесто сначала это делаем на минимальной скорости на скорости 1 в течение пяти минут затем немного увеличиваем скорость у меня это скорость номер два и будем еще перемешивать в течение 10 минут в общей сложности сначала нужно перемешивать в течение 10-15 минут тесто я хорошо вымешала в течение 15 минут и только теперь начинаем добавлять сливочное масло сливочное масло вот я порезала на небольшие кусочки у меня здесь 250 грамм для того чтобы приготовить бриошь нужно добавлять много сливочного масла и не все сразу а постепенно вот маленькими кусочками один кусочек вмешали добавляем следующий это займет примерно где-то 15-20 минут это очень важный момент добавляем масло в тесто постепенно вот уже в течение 15 минут робот работает замешивает и вот на данном этапе тесто уже начинает становиться такое как нужно обратите внимание на консистенцию а я продолжаю замешивать оставшиеся сливочное масло вот у меня осталось буквально два кусочка не могу чтобы не потрогать тесто руками показываю вам еще раз консистенцию тесто должно получиться вот такое тягучая вот такая консистенция она уже легко отстает и от формы и от рук накрываем тесто пищевым пленкой полотенцем и убираем в теплое место без сквозняков на полтора два часа чтобы она хорошо у нас поднялась хотя бы в два раза спустя два часа тесто хорошо подросло удобство тесто я переложила в другую форму и немного обминаю его аккуратненько его немного вот так округляем полностью закрываем пищевой пленкой и теперь уже убираем его на расстойку в холодильник минимум на 8-12 часов можно просто убрать на ночь этот рецепт очень удобно готовить за день заранее замешать тесто настоять потом поставить на расстойку в холодильник и на следующий день испечь встретимся завтра тесто у меня простояла в холодильнике всю ночь посмотрите оно хорошо поднялось убираем пищевую пленку стол слегка припыляю мукой мы будем делать форму для куличиков а вообще бриошь делают вот в таких длинных прямоугольных формах для кексов тесто я взвешу чтобы посмотреть какое количество мне понадобится формочек самое время сейчас определиться с формочками вот у меня кило 68 я буду использовать обычные формочки из-под консервных банок я их смазал растительным маслом и застелила пергаментной бумагой диаметр этих формочек 9 сантиметров и буду использовать одну вот такую формочку она немножечко побольше 12 сантиметров диаметр значит тесто я разделю на четыре части три части примерно по 250 грамм и четвертая часть так как у меня формочка немного побольше будет у меня где-то 300 300 с лишним грамм все кусочки я разделила и теперь нужно их немножечко обмять придать им форму для того чтобы сформировать колобок сначала тесто нужно вот так расплющить потом складываем его в трое вот так переворачиваем складываем опять в трое и последний раз и затем вот так вот формируем колобок немножко защипывая края к низу переворачиваем и подкатываем то же самое проделываем со всем тестом перекладываем в формочке затем накрываем наши формочки слегка влажным полотенцем и убираем в теплое место желательно чтобы было примерно 30-35 градусов не больше примерно на полтора-два часа смотрите потому как поднимется тесто оно должно хотя бы в два или три раза подняться далее беру одно яйцо и разделяю его на желток и белок белок пойдет для того чтобы сделать глазурь а желток чтобы смазать наши куличики желток добавляю буквально капельку воды можно молока и соль это для того чтобы наши куличики хорошо подрумянились и немножко перемешиваю затем достаю наши куличики смотрите как хорошо они у меня подошли где-то почти два с половиной три раза и теперь смазываю наши куличики обильно желтком отправляем запекаться тесто в духовку разогретую до 180 градусов на 35 45 минут ориентируйтесь на особенности вашей духовке куличики которые поменьше будут запекаться быстрее чем те которые покрупнее готовность проверяем деревянной шпажкой посмотрите какие красивые получились у нас куличи куличики немного остыли теперь украшаем наши куличи разными присыпками глазурью также это могут быть цукаты сухофрукты это все на ваш вкус кулич брешь готов надеюсь это видео было для вас полезным получаются эти куличи очень-очень вкусные очень-очень такие пушистые волокнистые посмотрите это просто не тесто а какой-то пух обязательно приготовьте и попробуйте и вы всех поздравляю с наступающими праздниками желаю вам здоровья мира и благополучия всего вам самого доброго и до новых встреч с вами была виктория удачи удачи